здравствуйте уважаемые любители шахмат этот выпуск нашего обозрения будет посвящен продолжающимся матчу за звание чемпиона мира среди компьютеров точнее сказать супер финалу 17 чемпионата мира в этом матче напомню встречаются многолетний лидер компьютерного движения так можно выразиться сток фиш а также лала чес зеро программы эти основаны на принципиально различных принципах организации их так сказать мыслительного процесса то есть если сток фиш это максимально продвинутая версия классического направления в основе которого лежит оценка по материалу плюс альфа-бета отсечения но дополнены разумеется очень тонкими очень хорошо настроенными довесками скажем так добавками позиционными всякими прочими там сдвоенные пешки слабые поля и так далее ну совокупность думаю этих добавок очень велика то ляло чес зеро это программа которая использует ну так называемые нейронные технологии что такое как это работает и к чему приводит сказать трудно то есть я не могу об этом ничего сказать мало-мальски компетентного но на выходе мы имеем очень интересный очень любопытную игру в чем-то напоминающую действия искусственного интеллекта действия нас с вами именно поэтому когда предшественник ляло чес зеро блистательно выиграл того же сток фиш правда на более сильном железе и качество этих партий было истинно феерическое позиционные жертвы пешек фигуры так далее проведение длинных планов осмысленных как раз с точки зрения человека то это произвело совершенно фантастическое впечатление но тогда напомню что предшественник ляло чес зеро выступал на более продвинутом железе тогда не было у сток фиш дебютных баз и в общем понятно что некую фуру сток фиш давал а сейчас мощности железо примерно одинаковые может быть и просто одинаковые я детали не знаю и все партии о финальном матче сказать супер финале должно быть сыграно целых 100 партий в данный момент играется 55 56 одну концу выпуска я вам скажу точно так вот счет в данный момент плюс 2 в пользу лео чес зеро хотя в предыдущем выпуске посвященном этому событию я говорил что впереди одно очко лидировал сток фиш но за это время кое-что изменилось и вот как раз для того чтобы проиллюстрировать все эти особенности разницу между этими программами и вообще как компьютеры подходят решению проблем хотя опять же проверять их или дополнять каких-то конкретных вариантов невозможно но попытаться осмыслить их действия и оценить их с человеческой точки зрения с точки зрения квалифицированного шахматиста все же шанс у нас определенно есть и только этим я думаю и имеет смысл заниматься ну а кроме того сразу проанонсирую потом напомню еще что в эти дни шахматисты которые как и все простые смертные в цивилизованном мире сели на самоизоляцию все же нашли способ как-то себя проявить проявить в очень интересных соревнованиях и уже 18 числа 18 апреля начнется супер турнир супер турнир в котором матнус карсон пригласил участвовать семерых очень интересных очень сильных шахматистов ну пятеро из них это недавние участники турнира претендентов а именно фабиана круана дин лежень ян непомнящий максим ваш елограф и они жгири а кроме того в этот турнир приглашены хикаро накамура и альриза фируджа ну смысл приглашение именно этих двух шахматистов достаточно понятен если вспомнить о том что турнир будет проходить не совсем по классическим шахматам а участники будут соревноваться в начале в однокруговом с позволения сказать турнире в котором один так сказать бой между двумя шахматистами будет состоять из четырех партии по быстрым шахматам с контролем 15 плюс 10 то есть 15 минут основного временного капитала с добавлением 10 секунд после каждого сделанного хода ну а затем будут меняться соперники местами то есть не местами а как нормальный круговом турнире различные пары встретятся и по итогам вот этих семи игровых дней на самом деле игровых дней будет больше так вот по итогам этого однокругового турнира будут определены участники полуфиналов ну а затем и финала в полуфиналах шахматист занявший в круговом турнире первое место встретиться с четвертым а второй с третьим а затем победитель этих матчей встретиться уже за главный приз соревнования причем надо сказать что этот приз точнее сказать не главный приз а призовой фонд очень велик и составляет он 250 тысяч долларов то есть есть за что бороться и вообще вот эти самые интернет шахматы виртуальные шахматы шахматы по удаленке могут если так пойдет дальше постепенно слегка подвытеснить шахматы классические хотя вот на мой взгляд почему не играют шахматисты в классику вот по удаленке ну я думаю причин две во первых это не так интересно для зрителей которым хочется чтобы все время что-то менялось происходило и так далее и матчи играться будут один за другим то есть лишь один матч данный конкретный момент времени будет предлагаться вниманию баллической аудитории во всем мире затем начнется второй третий и так далее ну плюс разница в часовых поясах и так далее это одна из известных трудностей связанных с проведением таких вот удаленных матчей ну и кроме того кроме этого события хочется проанонсировать то которое произойдет буквально сегодня вот эти моменты когда мы перегоняемся а я сейчас пока еще к виде программу эту не записал произойдет финальный матч так называемого бантер-блиц кубка капа 19-го до 20-го годов то есть начали от соревнования 133 шахматиста они по нокаут системе постепенно приближались к финалу и до финала дошли двое а именно магнус карсон поэтому нет ничего неожиданного чемпион мира ну а также алирза фируджа и вот финальный матч и в котором будут играться трех минутки без добавления а всего борьба финале как и на предыдущих стадиях будет вестись на большинство из 16 партий то что победить нужно брать или восемь с половиной или девять очков ну об этом я думаю в ближайшее время мы также расскажем запишемся затем и расскажем а теперь перейдем как принято говорить к нашим баранам то есть компьютерным шахматом но были конкретно наиболее запомнившимся мне моментом из матча двух сильнейших компьютерных программ а именно сток фиш и лела чес зеро при этом интерес конечно для нас представляют те партии в которых предлагаемая компьютером позиция с которой они начинают борьбу ну во первых заметно неравные поскольку если начинать с начального положения то как правило партии заканчивается в ничью ну а кроме того когда одна из программ вот данную позицию скажем белыми выиграла и черными когда выиграла а другая программа не смогла этого сделать и партия например закончилась ничью то очень интересно сравнить равенство подходов и вообще как это случилось и что в этих партиях происходило и вот наш рассказ начнется с одиннадцатой партии с одиннадцатой партии этого манча в которой сток фиш играла белыми а лела чес зеро разумеется черными фигурами и первые ходы этой партии следующие е4 е6 d4 d5 конь c3 слон b4 и е5 то есть французская защита можно сказать классика французской защиты которая запомнилась я думаю многим из вас по очень интересной партии из последнего тура первого круга тура который оказался ну если не последним то последним перед гигантским перерывом на турнире претендентов а именно партии лидеров белыми играл тогда максим ваш елограф черными я не помощи но в этом случае играющие черными обязаны были согласно вот решению организаторов или судейской коллеги сделать ход b7 b6 и вот в этот момент нужно было сделать выбор как играть скажу сразу что в следующей партии которые левый черт-зерой играл а белый был сыгран ходку арс 4 мы увидим эту партию а стокфиш играет ферзь g4 то есть естественнейшим образом атакует пешку стоящую на поле g7 ну как знают французы данном случае я имею ввиду не максимум ваш ялографа а шахматистов и шахматисток которые регулярно своей жизни применяли французскую защиту здесь черные должны сыграть слон f8 то есть свое дело слон сделал вынудил продолжение е4 е5 пешка g7 защищена надежно а черные делают ставку на игру в долгую то есть на то что постепенно 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 они перегруппируются переведутся как надо и они надеются владельцы черных фигур обладатель черных фигур что переиграют играющих белым кодь f3 ферзь d7 слон b5 вот такая вот игра то есть в общем-то по-человечески играя трактует позицию дела через зеро хотя конечно с исходным положением не так другая программа не были знакомы и более того та часть дебютной базы которая возможно присутствовала у программ перед началом этой партии выкинута то есть чтобы программы соперники оппоненты действовали что называется с листа по своему разумению на основании своих вот таких вот неформальных формальных и прочих ну приоритетов которые заложены в электронные мозги слона 6 размен белопольных слонов это то что надо он осуществляется с ним черные не обязаны торопиться с ударом на едва поскольку тогда белый конь перейдет куда надо через едва например на f4 но и пока непонятно что именно то есть почему белые должны стоять так уж намного лучше конечно у них больше фигура цвета они захватили пространство но с другой стороны перемещение черных фигур не столь уж страшны и мы видим это в творчестве верно через зеро дальнейших действиях черных хотя с другой стороны понимаете вот черные решились на ход c5 почему ну потому что иначе как я понимаю белые могут поставить я даже не знают на f4 поставят они своего коня или нет может быть и на f4 хочется играть h2 h4 тогда нужно считать сходом h7 h5 сразу но можно после этого скажем по трибуру черного коня на f6 а можно там конь g5 какие-то такие идеи связаны еще с конью в четыре то есть понятно что при позиционной такой медленной относительно медленной игры белые за счет давления за счет захвата пространства за счет лучшей распространства фигур будут иметь очень неплохие шансы тем или иным способом пробить оборону черных на королевском фланге а c5 этого ну не то что не допускают черные стандарты французскую контркрону начинаются связаны с ходом конь c6 ну c4 стандартный штыковой контрудар в ответ на это тем более что белые обладают преимущество пространстве и черный продолжает конь c6 теперь можно было конечно взять на d5 последовало сразу скажу конь f4 почему ник не d почему так не сыграл сток фиш хотя некоторые компьютеры поначалу да и люди наверное предлагают или считают более сильным этот ход тогда е д ферзь бьет d7 король бьет d7 такой вариант и оказывается что ну не так уж много у белых потому что конечно можно взять на c5 можно что-то выиграть на поле d5 тогда потеряется пешка e5 можно сыграть b3 но опять же не слишком много так как поле f4 контролируется конем черных ну там поле же 5 еще есть у белых но в принципе не разваливаются черные сразу например на ход b3 можно сыграть слон е7 вот он f4 сделанный сток фиш наверное посильнее но и тем более что компьютеры очень такие мощные очень хорошие и критиковать их игру можно только совершенно исключительных совершенно заключительные моменты исключительные моменты но сопоставлять их игру друг с другом и вообще как-то комментировать их решение можно и нужно и вот здесь нужно было взять на f4 но по-другому поступила левая часть 0 после конь f4 слон f4 конь b4 хода укрепляющего надежней шоурзом поле d5 белые могли бы просто сыграть b3 и начать игру в долгую используя то обстоятельство что пешка g7 атакованы белым ферзем и развить королевский фланг черным практически невозможно хоть же 76 от страшное ослабление и поэтому хоть скоро здесь у черных нет нормальной возможности для развития и у черных явно хуже не смертельно так сказать но явно хуже почти под пешку скажем так по компьютерным оценкам так вот поэтому был сделан очень смелый ход конь b4 со стороны левая часть 0 но еще ход базируется на точном расчете теперь разумеется взять nd5 белые прорываются по центру и кажется что у них все здорово конь бьет f4 однако промежуток бить на e6 да я нельзя и за конь бьет е6 ферзь бьет f4 и теперь не ферзь бьет d5 хотя вот поначалу простые обычные компьютерные программы предлагают именно этот ход но тогда у белых очень сильное давление в вариантах такого типа ферзь g3 снова приковывает слона к защите пешки g7 если g6 тогда ферзь d3 с угрозой ферзь b5 и вот эта перегруппировка с переводом ферзя на d3 по сути дело решает поскольку в случае слон g7 и ферзь b5 черные просто гибнут ход h6 h6 проигрывал не сразу но тоже очень такая тягостная позиция у черных после того как белый слон выйдет в игру так вот а если ладья c8 здесь вместо хода g6 который мы только что изучили то слон e3 ну вот собственно давайте еще раз повторю если ферзь d5 тогда ладья бьет d4 ферзь g3 ладья c8 слон e3 g6 в такой редакции ладья d1 и если здесь сыграть слон g7 на самом деле то что я показываю это не так сказать не окончательный диагноз и сказать что у черных здесь безнадежно нельзя ну смотрите белые могут сыграть ладья d7 видимо против этого плана черные возразить не могут они должны попытаться закончить развитие вести короля и согласиться если белые хотят этого разменять свою ферзя на две ладьи поля c1 подчеркиваю контролируется белым слоном поэтому ладья c1 это не мат вообще это подставка ладьи ферзь f4 белые могут сыграть атаковать пешку заставить черному королю вернуться ферзь b4 и вот дальше играть примерно в такой манере оказывается что черные во первых они не могут рокировать черный король уже много раз ходил и черные ладьи плохо соединены между собой они не взаимодействуют и благодаря этому эта позиция в пользу белых они забирают я думаю поочередно обе пешки очень очень непросто решить проблему соединения ладей и проблему куда же им поставить своего короля то есть у белых преимущество в случае ферзь бьет d5 примерно такие варианты я думаю считали оба соперника электронных и сток фиш или на час за рот и черные взяли пешкой что на первый взгляд выглядит очень странно так как ну ферзь g3 то же самое пешка d4 обречена пешка на 7 висит здесь очень интересное решение в начале ферзь f5 все логично h2 h3 чтобы сделать форточку ну можно ли нужно было играть ладьями d4 я не знаю тогда черные могли бы на ладьями d4 я думаю с темпами развиться давайте я сделаю этот ход тогда слон c5 и но если бить на g7 тогда просто слон бьет d4 отдадим ладью и поставим мат на f2 а если ладья отступят на f4 тогда ферзь c2 и при материальном равенстве черные создают угрозу мата выигрывает время и успевают развиться закончить развитие позиции у белых все равно получше но ничего особенного поэтому h2 h3 играет сток фиш теперь можно было сыграть как ни странно не слон е7 а g6 вот ляра чиззеро сыграла слон е7 и здесь вот после а5 предположительного хода самого естественного с помощью которого белые предъявляют свои козыри на фланги расшатывают фланг хотят что-то там забрать можно сыграть слон g7 отдать на b6 позволить белым это сделать рокировать и после b7 и ладья b8 и оказывается что в общем вариантах такого типа но не факт что здесь что-то серьезное очень у белых есть у белых конечно лучше у белых конечно лучше у белых конечно шансы на победу там слон h6 можно например сыграть пешку b7 очень трудно черным отыграть но не факт что это такая уж выигранная белых позиция хотя позиция конечно с перевесом но здесь очень интересное решение принимает лелочи с зеро то есть вот для классических скажем так вульгарных компьютерных программ которые исповедуют принцип грубой силы счет плюс оценка по материалу с очень маленькими хитодобавками ход слон е7 почти невозможен нужно отдать пешку же 7 все на свете ослабить но оказывается что здесь у черных фигурная конкретная контрыгра и этой фигурной игры достаточно оказывается для того чтобы ну скажем так получить возможность получить шансы партию не проиграть хотя оценка вот такая вот опять же простых компьютерных программ этой позиции явной выгодей белых но оценка ход за ходом очень быстро снижается из позиции с почти выигрышный мы доходим до позиции с маленьким плюсом ферзь е4 с угрозой мата на g2 нужно играть g3 и ладья c8 важное включение подключающая ладью это важно на поле c2 ладья вот-вот прыгнет а иногда на поле c3 как мы сейчас увидим а4 a5 и великолепный удар с рон h4 то есть ход когда черные ставят ну это не жертва конечно же аш играть нельзя по линии же пешка же связано но черный связь ставит солона на поле h4 и отсюда он оказывает страшное давление на белых если белые бы не осторожно взяли на b6 а вроде бы естественное продолжение то черные почти форсированно выигрывают после срона g3 взятия и ладья c3 перекрывая все на свете и добираясь до пешки g3 на шах лучшее решение даже не король е6 тоже выигрывает нужно белым жертвовать ферзи е8 и сопротивляться без материала в плохой позиции а король d8 у белых нет шахов а их белый король неминуемо очень быстро форсированно получает мат под действиями ферзя и двух ладей одну можно забрать но здесь так мат совсем форсированный совсем простой например вот такой вот ну в одном из вариантов в любом случае мат ставится форсированно черными белым так вот а б плохо поэтому ферзь а4 шах сыграла здесь стоп фиш король е6 король выходит смело в центр солон бюджет и угрожает на d4 висит на там ферзь е1 шах поэтому ферзь бьет d4 ладей брать мягко говоря опасно черные уж точно ничем не рискуют а на ферзь е1 ладья бьет g3 наверно просто мат черный ставит да мат ставит а после ферзь d4 играет переходят в окончание и оказывается окончание ну не такое уж страшное и вот интересно как черные трактовали это окончание меня так сказать это тоже восхитило вот здесь вот но по материалу у белых в данный момент лишняя пешка висит на b6 но какие-то обмены могут происходить но не сказать что черных плохо нет но хуже пешки нет и можно при случае столкнуться с серьезнейшими трудностями с точки зрения вот так оценки человеческой но слон g5 совершенно конкретное решение и прекрасное решение и в ответ на ладья g4 следует срок бьет е3 но меняться а точнее выигрывать ладью нужно и теперь ладья бьет f2 после чего белым невозможно уйти уклониться от шахов от вечного шаха было сыграно аб аб ладья е8 король d7 ладья а8 ну и здесь вот просто был дан такой вечный шах оценка объективно уже просто равная позиция и как бы соперники стороны не играли получается ничья ну а что происходило в другой партии в следующей партии когда те же самые соперники играли между собой другим цветом фигур то есть лера ч-0 играла белыми а сток фиш руководил черными фигурами вот такая позиция исходная напомню что ферзь g4 здесь сделал ход сток фиш имея белые фигуры а лера ч-0 играет h4 ну вы думаю что узнали в некотором смысле этот ход этот ход конечно сделан в другой ситуации чем его делал максим ваш елограф чем его делал кирилл алексеенко встречаясь с яным непомнящим но идея та же самая то есть белая пока не определяет позицию ферзя и надвигает пешку на фланге чтобы подзажать как следует соперника сон f8 вот честь и хвала лера ч-0 в общем-то компьютеры так не играют нормальные обычные компьютеры кони и 7 всякие ходы делают у белых лучше но сон of 8 это ход который ну сделал бы не то чтобы каждый но очень многие из таких истинных французов опять же подчеркиваю словом француз означает не то что человек родился или живет во франции или владеет французским языком а то что он регулярно играет черными французскую защиту с урон f8 то есть он снова сделал свое дело наступил назад он укрепил франк теперь он спокойно уводить коня на е7 и так далее и развиваться но ход h4 и спокойное кони f3 теперь разумеется при слоне на е8 никаких ферзи 4 оказывается чтобы загнать черного слона на е8 совершенно необязательно играть ферзи 4 ухудшая в общем-то положение ферзя при слоне с точки зрения положения со слоном на е8 а сыграть кони f3 и у белых давленица и вот давайте посмотрим как маневрирует в этом в этой позиции такой стратегической позиции где отдельные ходы как говорят шахматисты не ходы даже шахматисты отдельные ходы ничего не решают так вот как маневрирует стороны и вот надо ответить что у лела чизеро это сильная сторона то есть вот маневрирование концептуальность перевода длинные поскольку вот эти самые нейронные сети позволяют выработать решение на основании каких-то ассоциаций длинных планов я туда-сюда переведу вот почему и как это происходит я совершенно не могу сказать мы увидим по факту потом кто и тем ходам по тем планам которые проводятся этой программой и ее естественно предшественниками причем том числе и той программы которая играла на очень сильном железе и вот смотрите белые проводят этот план сказать что у них совсем здорово нельзя но ученых нет контр игры и вот одна из идей связанная с лишением черного контр игры это как раз составляющие важные планы белых владя туда-сюда походила потому что видимо не видела лела чизеро усиления и с ровно было с точки зрения человеческой психологии вы черные хотите что-то там осуществлять на ферзе на фланге давайте это лишь ослабление для вас а я уж перейду к тем же планы потом и вот теперь ниже 4 ж 5 ход который не давал белым особо ничего важного не буду вдаваться в подробности констатировали же это ничего существенного белые не получали а ход конь d3 перевод c4 провокация запирающий фланг и после b5 a3 то есть добилась лела чизеро чего ну может быть и сток фиш добилась того же самого полного запирания ферзевого фланга и вот после этого запирания уже на ферзевом фланге никаких действий быть существенных значимых не может ну конечно шерсть фигуры в далеком будущем если там белые увлекутся сверх мера игрой на королевском фланге но все теперь будет решаться на королевском фланге только здесь здесь белые явно сильнее но то что они явно сильнее не значит они смогут эффективно прорваться и выиграть партию поэтому еще очень далеко и смотрите что дальше ферзь c2 вот такие перегруппировки конь идет куда надо второй конь идет на h4 чтобы в случае размена взять конем с g2 ладья f8 f2 f3 ну простые компьютеры рекомендуют ход конь a5 конь b5 но мы можем сделать вывод что после f4 с надвижением пешки f может быть сразу может постепенно у белых план есть у черных нет если белый план свой осуществят доведут до конца то есть играют f5 в той или иной редакции может начать ладья f1 там ладья f3 f5 то они прорвутся безусловно они прорвутся в слабом пункте есть еще идея g5 дополнительного прорыва короче говоря ну даже по-человечески это совсем неправильно ну и по компьютерам оказывается тоже поскольку сток фиш играет f6 допускает конь g6 в той или иной редакции белые пока закрепляются не позволяют но в случае хода конь g6 можно пожертвовать качество было ходом fe это теперь не допускается конь идет на g6 в удобной редакции король отступает все равно белым торопиться некуда все равно белые и вскрытили линии f себя обеспечат и доминацию по этой линии хотя доминация доминация что дальше ферзь f2 хотите меняться можно но в случае взятия на f2 белые играют затем ладья f3 начинает пытаться вторгаться на самом деле примерно то же самое случилось и дальше и в партии вообще партия продолжается жутко долго поэтому многие ходы я буду чисто тезисно показывать так как вот видите белые стоят не торопятся переводят куда-то ладья f7 наконец вторжение опять же не надо подходить к действиям отступления назад поскольку ладья ладью прогнали но оказывается что у белых есть план у черных нет и вот слон h4 размен размен все мне кажется знаете что что обе программы знали скажем так выражаясь человеческим языком что план у белых есть такое такое усиление они могут прорваться получить позицию с какими-то скажем так шансами на победу с преимуществом без этого плана никуда не деться ни той ни другой стороне поскольку белые могут провести а черные не могут ему эффективно противостоять но на выходе будет что-то такое не совсем понятное и вот на очень таких далеких поступов к этому решающую моменту когда план будет проведен прорыв вторжение и так далее стороны маневрируют и все это нас оказывается какой то вот такой тайной запись 7 печати что они там считали на что что при какие факторы принимали во внимание когда с одной стороны белые не торопились проведение плана черная черная в общем стояли вот именно так как они стояли и вот смотрите вот с точки зрения то есть в контексте того что я сказал все становится более-менее понятным белые маневрируют черные что-то такое делают и белое интересно прорывается на пункте g5 причем важно что на этом пункте поддержать эффективно хорошие для белых ситуации эту пешку может только король при положении 3 ферзя черные могли перевести коня через f6 на h6 через f7 на h6 и все бы не стало более-менее нормально а тут никакого ухода коня в 7 нет поскольку это поле контролируется и ферзем и ладьей дальнейшем белый король должен отступить чтобы не падать под какие-то удары у черных контр игры все равно нет следует какие-то перемещения перегруппировки опять же ну прощупывания друг друга и вот интересно что когда мы дойдем до момента и белые наконец-то начнут прорываться то прорываться на самом деле начнут первыми черные вот такой вот план а белые создавали угрозу вторжения опять же трудно все это комментировать кажется что просто белые ничего не делают стоят на месте на самом деле с ровного прощупывают соперника вот вообще в плане в компьютерных программах современных это содержится не сразу осуществлять план а например если у соперника все равно ничего лучшего нет а мы можем повторить один раз позицию повторяем позицию надеясь или слабо надеясь что соперник придернется и не пойдет на повторение тогда нам будет лучше чем если будут проводить главный план ну что делать может быть это не очень эстетично вот такие повторения такие мневрирования но такова что называется жизнь так ориентирована по компьютерной программы наверное это довольно логично но никакого действия никакого продвижения нет но у белых по-прежнему очень значительное преимущество может быть даже решающие но досчитать даже компьютером до конца при проведении того или иного плана очень трудно полей вторжения нет ни на f7 на f8 ладья прыгнуть не может кони туда тоже не могут идти нужно отвести ферзя куда-то и вот появляется план если бы ход был за белыми то кони f4 черные могли сыграть ладья c7 вот мы поступили по-другому сыграли b4 очень интересный момент потому что после кони f4 и ладья c6 черные вроде бы защитились но конь может вернуться ладья c7 и ферзь f3 создавая угрозу вторжения вот оказывается что в вариантах подобного рода это не игра суперкомпьютеров а в общем-то рекомендации более их таких скромных коллег белые в общем добираются до короля бить на f7 совсем худо вторжение ферзем висит черный ферзь если кони f6 пытаясь в лучшей редакции для черных осуществить размен то все равно безнадежно у черных поскольку конь f4 разгром на поле е6 но конь c7 я не знаю там конь c7 сыграть можно я думаю даже можно разменяться и отправить короля вперед а скорее всего ладья f7 сильнейший ход выигрывающий партию сразу дают если конь c7 то ладья f7 с угрозами ладья бежит 7 и конь бьет е6 и от той и другой угрозы защиты у черных нет а если сыграть ферзем 8 в этом варианте то конь d6 конь прорвался на очень хорошую позицию дальше белые могут осуществить вот такой переводы обрушится уже на поле е6 или прорваться вот с этой стороны причем белый создает угрозу еще конь е8 это я все почему говорю что план у белых есть вот как раз контур этого плана я вам продемонстрировал так вот подобов подобов стоп фиш решается на жертву пешки ну кажется самоубийство что ж такое вообще что произошло столько времени стояли белые не продемонстрировали никакого плана а черные прорываются но то что я показал вам причем это хорошая редакция для белых то есть ляло чиззеро добилась получение нужной позиции в хорошей редакции именно поэтому черные играют b4 так как здесь появляется идея связанная с контур идеи контргресс связан с ходом c4 c3 ладья f3 чтобы этого не допустить и чуток белые скованы своих маневрах они уже переводят коня пешка a4 защищена ферзем с е8 по прежнему очень трудно прорваться исследует очередной виток вот такого вот невнятного на первый взгляд маневрирования правда ладья прорывается но прорывается на f8 ради того чтобы разменяться это белом как ни странно выгодно поскольку легче добраться до слабости черных у белых и лишняя пешка еще и b5 ферзь идет на поле f8 и новый виток такого маневрирования то есть вот компьютер очень трудно человек очень трудно выиграть у компьютера даже выигранную не абсолютно выигранную относительно выигранную позицию такого рода и вот когда мы будем рассказывать о матче между каспаром и деблю мы в этом лишний раз убедимся и вот ход король a2 бить на h4 не очень хорошо из-за взятия на е7 теряется конь а мат белому королю не получается до b3 черному королю не добраться даже доберется вечного шаха не будет поэтому короче король c7 ферзь отступает назад ферзь f4 новый виток такого маневрирования при том что план у белых есть еще раз повторяюсь подчеркиваю но не торопится проводить этот выигрывающий план стоит словно бы на месте но здесь король b7 простые компьютеры рекомендуют и можно было пытаться сопротивляться в той же самой редакции в той же самой ситуации которая которая нам уже поднадоело но у нас игра на король d8 я думаю что тактические соображения обоснования серьезнейшие и тогда шах размен размен и начинается маневрирование уже в коневом эшпиде где тоже непросто прорваться вот интересно то есть я показываю здесь что идея у белых есть король c3 король b4 король проходит в лагерь черных и белых выигрывают но конь e4 поле это прикрыто здесь конь идет на f2 с тем чтобы на король c3 сыграть конь d3 снова не допуская короля на b4 но белые маневрируют они знают я думаю если можно использовать это слово что прорыв будет и вот несмотря на дикое упорство черных в защите постепенно постепенно преимущество белых нарастает становится решающим хотя по-прежнему нужно проявлять аккуратность и не занимать компьютером этой аккуратности размен пешок вроде бы выгодны для черных так как один объект потенциальной атаки белых фигур разменен но теперь конь c1 затем король идет вперед и он прорывается наконец на поле b4 ну собственно я даже знаете не буду показывать эту партию до конца она делась еще очень долго 148 ходов между прочим сделано а всему в партии сделано более 200 вот такие чудеса а перейду к следующему пункту следующей партии также вот покажу вам две партии в которых совсем другая характер борьбы причем здесь такое лавирование стратегия а там в той тех партиях которые покажу это дракон это острейшая позиция но тем не менее нечто схожее все равно у них случилось и так следующая партия это 35 начну с того поединка в которой белые фигуры принадлежали сток фиш и мы так сказать продолжаем уже не начинаем продолжаем вариант дракона с какой позиции начи началось выяснение отношений все вот ходы которые показывал они были предписаны изначально заведены и они были сделаны доске а началась борьба чуточку позже когда сделала бракировка один из актуальнейших вариантов защиты дракона системы дракона социальянской защите то есть актуальнейших сара по состоянию на 60 может быть отчасти на начало 70-х потом уже сошел на нет дракон ну внес свой вклад весомый в опровержение скажем так сокрушение дракона роберт джеймс фишер он когда начал применять этот план соперники были конечно не очень опытные и в общем всех он их обыграл почти что но скажем такие шматисты как гена сосонка первую очередь наверное может быть отчасти эдуард гуффельд защищали эту позицию со стороны черных и если вы знаете очень хорошо все тактические хитрости то вы можете позволить себе могли позволить себе в те времена когда не было компьютеров не было компьютерного анализа и так далее могли пойти на объективным даже проигрышные позиции где огромное количество тактических подводных камней и набирать очень много очков если соперник идет вот на самые главные продолжения король b1 короче говоря ладья c8 ну вот здесь можно что отметить что на самом деле вот здесь вот прошла некоторая развилка то есть ладья c8 сыграла в этой позиции играя черными сток фиш спустя некоторое время но позиция получилась как ни странно та же самая с переменой порядка ходов с изменением порядка ходов h5 слон g5 и король f8 играет вот в этой позиции лера чес 0 ход интересный ход интересный а вот сток фиш имея черные фигуры сыграла здесь b5 но сейчас увидим чему это привело и так король f8 белые играют g4 вот этот прорыв который осуществляет сток фиш который мог смутить черных вполне возможен оказывается взятие теперь h5 в чем хитрость что если черные здесь в ответ на h5 вроде бы страшный ужасный ход белые рвутся вперед на g6 могут взять но на f3 у них висит и пешки могут быть разгроблены так вот если сыграть здесь жаж то белый сыграет слон бьет f6 не слишком хитро но все-таки нужно всегда считаться с такими возможностями но взятие пешкой это безнадежно поскольку там поле d5 страшно ослабнет просто на h5 белый заберут а после слона f6 и ладья бьет h5 оказывается что конь связан это важно очень потому что он не может особо отпрыгнуть без потери фигуры ну можно конечно сыграть там конь бьет f3 ладья бьет а5 конь бьет d2 без фигуры ученых шансы какие-то но объективно это проиграно а в случае жаж я просто подвиняюсь gf пиро реализует свой главный план ладья h1 с неотразимой фактической угрозой ладья h8 шах и ферзь h6 мат даже вот на ход слон g4 то есть он должен что-то очень сильно жертвовать чтобы не получить этот мат они черные получают вот такой мат взятие-взятие и ферзь дает мат с поля h6 поэтому нужно играть как-то по-другому жаж ход объективно не хороший он не был сделан и поскольку играющие белыми программа сток фиш прекрасно знала что пить жаж невыгодно а компьютеры считают точно и далеко не допускали никаких тактических ляпов был сыгран ладья бьет c3 то есть черные жертвуют качество но белые могут играть в начале h6 допускать взятие на h7 нельзя по линии h получится мат после gh hg король g8 можно в любой момент сыграть ладья h8 и оставить черных ударить в той или иной редакции на g7 но кроме того в чистом виде скажем при ударе на g7 и ради h8 потеряется ладья на h8 сыгран h8 поэтому и теперь вот такая удивительная по красоте и не очевидности с точки зрения человека который видит позицию со свежа первый раз идея идея h6 теперь если черные сыграли бы естественным образом в gf разгромить фланг белых черные отдали качество взберут на e4 ну и все на самом деле белые выигрывают следующим образом они дают шах срона g7 то h8 ферзь и на отступление короля играет срона g7 добираясь до этого самого слона на h8 если взять то h8 ферзь ладья бьет h8 и мат на подиже 8 поскольку срона d7 стоит очень неудачно и времени на то чтобы как-то избавиться от него у черных нет но в ответ на ход срона g7 черные могут конечно не бить на g7 это плохой ход сыграть конь бьет е4 почему бы не так тогда ферзь f4 как ни в чем не бывало белые играют бить на g7 по-прежнему нельзя белые играют без фигуры и там еще нескольких пешек но жуткая доминация и слон на h8 обречен и ладья центре висит но брать ее никто не хочет не до того как принято говорить лучший ход за черных король d8 уйти из этой соматовой сети тогда взятие по-прежнему нельзя бить на g7 потому что тогда h8 ферзь взятие взятие слон е8 чтобы не потерять ладью a8 тогда ферзь бьет b7 неожиданно белые обрели новый характер взаимодействия и в главном варианте ладья скажем c8 уводя ладью из под удары защищая вторую черно лишнее что ничего лишнего несколько пешек но берли наносит страшнейшую игра слон f7 нужно бить и конь е6 мат на самом деле вариант не то чтобы форсированный но важный вот все идеи которые здесь берли реализовали они важны для того чтобы понять внутреннюю сущность позиции я думаю что вот вариант этот и аналогичный ему ну находились скажем так содержались в обосновании компьютеров которые на это не пошли то есть вот нельзя сюда идти бить на же 7 нельзя невыгодно играть а король c7 это все боковые варианты но тогда bc и у белых лишняя ладья в миттельшпине поиграли поиграли и черные прослезились а белых все хорошо они буквально в нескольких шагах от победы хотя конечно еще много слишком пешки пешек у черных но у белых проходная на h7 которая дорогого стоит и так gf приводила таким тягостным плохим для черных последствиям объектом компьютерной программы видели это видели беру слово в кавычках читали и последовал великолепный защитительный ресурс ладья c5 предлагающий размин ферзей но после этого смотрите что происходит с рон h6 затем ферзь бьет а5 ладья бьет а5 ладья отводится отвлекается черных на поле а5 с активной позиции более активной позиции на c5 и следует с рон g7 то же самое то есть по-прежнему не хватает данный момент у белых фигуры но черным нехорошо то есть как нехорошо трудно черно нельзя брать на g7 из-за знакомого нам вот такого вот красивого мата ну было сыграно конь бьет аж 7 поэтому белые берут на h8 конь по-прежнему висит ведь если взять на h7 то после с рон бьет g7 черные получили бы темп сразу мат не идет а король черных убежал бы черных прекрасная позиция пара лишних пешек а тут с рон бьет аж 8 конь под ударом куда ему отступить особо некуда потому что в случае конь g5 последует с рон бьет е5 и потом ладья аж 8 мат было сыграно конь е8 потому что еще раз повторюсь в случае хода конь е5 можно просто забрать на е5 и у черных лишняя фигура может бить на е5 нельзя из-за ладья аж 8 мат а после конь е8 ну с рон g7 возобавляя угрозу ладья аж 8 все учтено могучим ураганом то есть до выигрыша материала досчитала безусловно сток фиш но оказывается после же 5 зачем чтобы на ладья аж 8 сыграть конь g6 и защититься от главной угрозы ради аж 8 сломберт g8 все равно возможно потом шаг белые только что были без фигуры теперь с лишней ладью и черные берут на f3 у них много пешек что такое много 3 пешки 3 пешки за ладью но это две связанные проходные на f3 и g5 и оказывается позиция не ясна то есть у белых вроде как лучше и вот наши простые скромные электронные друзья говорят что у белых должны быть выиграны а на самом деле чертова знает не так все просто и оказывается что действительно контр игра черных хороша неплохо в случае борьба ведется начинается снова сначала король d2 слон g2 закрепляя пешку f3 чтобы никаких там не было неожиданностей и создавая угрозу g4 g3 неприятную для белых король е3 чтобы на g3 взять на f3 и затем за качество отобрать две пешки у белых останется лишняя фигура и выигрышная позиция поэтому конь d7 ниже 3 подчеркиваю из-за взятия на f3 а тут смотрите ладья d8 конь f6 конь лезет на новые какие-то поля ладья е5 появляется новая идея с атакой пешки е4 новой слабости в лагере белых ладья бьет d6 правда допускается но ладья е5 пешка е4 старше черные возьмут если ее будут стоять великолепно но белые могут защититься одну пешку они забрали d6 могут отдать фигуру еще за две пешки в общей сложности за 3 и остаться с лишним качеством но оказывается что после этого черные проведет свою основную идею связанную с g3 отступать ладье нельзя из-за хода f2 и плохо будет белым потому что у черных останется лишняя фигура но после ладья f3 возникает вот такое вот окончание g2 взятие на e4 и в этом окончании черные очень легко держим крепость благо что на одном фланге и слон и конь я не буду показывать партию до конца было сделано очень много ходов потому что компьютеры не только не сдаются но и не предлагают ничью если у них лучше например лишняя пешка да вообще они не могут ли предлагать ничью но то что позиция объективно ничейная ничейная без особых хлопот и что черные легко выстраивают крепость переводя короля на ферзевый фланг это называется медицинский факт и партия это закончилась ничью но теперь давайте посмотрим как ту же самую позицию трактовали стороны когда они играли другим цветом фигуры то есть когда поменяю титр когда белые фигуры принадлежали рвала чс-зеро а черными играла программа сток фиш вот такая же позиция с которой все это началось и в этой позиции вместо хода конь е5 который встретился в той партии был сделан ход ладья c8 но все сверлось после h4 конь е5 король b1 и h5 к перестановке ходов и вот здесь в этот момент последовал слон g5 то есть вместо попытки провести g4 да слон g5 кстати тогда был сделан ход я извиняюсь вместо хода короля f8 сделанного команды программы лела чс-зеро сток фиш сыграл b5 ну опять же может быть сток фиш более критично оценил позицию после тех тактических возможностей которые в той партии продемонстрировал соперник может быть что-то еще просто захотелось силу так сказать скажем так своего темперамента темперамент конечно можно срога который нужно забрать в кавычки но определенные веса определенные приоритеты заложенной программе они с точки зрения человека скажем так шахматиста но они вот могут быть охарактеризованы и таким словом как темперамент и так b5 в этой позиции сыграл сток фиш последовало конь d5 вот здесь можно просто сыграть конь d5 приложить ферзями поменяться и использовать то обстоятельство что нельзя брать на d5 беру угрожает кони е7 и кони в 6 а если взять на d5 тогда слон бьет атакована ладья и после сцепления ладья теряется пешка на е7 и висит пешка на d6 у беру их абсолютно выигрышная позиция у них лишняя пешка плюс все блага ну говорить не о чем короче говоря был сыгран и король f8 поэтому на конь d5 соглашаясь на вот такой вот размен с образованием слабой пешки на d6 ну кажется что у беру должно быть большое преимущество в общем с точки зрения человека это действительно так под пешку преимущество если использовать вульгарные оценки у черных слаба пешка на d6 вот-вот она падет ну начинается вот такое маневрирование игра выиграть пешку на самом деле очень нелегко здесь белыми но усилить давление и использовать выгоду своего положения шансы у белых есть неплохие вот еще раз такое маневрирование и что было дальше ладья b3 ладья а6 слон переходится на е1 такое цельное я бы сказал некотором смысле маневрирование здесь интересное решение на 3 не берут белые чтобы не дать игры активные сопернику а играют b6 b3 то есть пешки белых не порченные теперь пешку а3 в дальнейшем надеется забрать белый король и заодно пристать ну пешки а5 или с помощью короля и слона или с помощью других фигур и на ход а4 белые всегда готовы сыграть просто b3 b4 затем c4 пешки проходные сдвоенные слабые пылиня несущественно с точки зрения белых и не выгодно ничего не дают черным конь c6 поэтому конь d4 хотим поменяться конь е7 размен на руку белым слонов 2 начинается такое маневрирование и черные зато зачем они коня на е7 поставили может быть чтобы ударить на d5 может быть но главная идея провести f5 удар на d5 не столь хорош так как останется 3 на 4 на королевском фланге причем черные не смогут образовать проходную а такая вот армада или фаланга белых пешек после конь d5 и еd окажется очень опасной для черных здесь же после c4 удара на е4 и конь d5 ситуация чутко меняется так как у черных теперь появляется возможность реальной образовать проходную на королевском фланге хотя конечно то что у белых пешки на d5 c4 и b3 неприятно очень до черных сурн е7 король бьет a3 все логично ну и дальше следует вот такое вот постепенное нагнетание давления важно что после конь b5 не выгодно брать конь b5 эта позиция легко выигрышная у белых просто король a4 усиление позиции радиа c1 вторжение ради и так далее ну угрожает пока что b6 поэтому нужно сыграть радиа b8 и на это радиа c1 закладную линию если радиа c8 то b6 и выигрыш белых совсем был бы прост так вот f6 играет здесь сток фиш следует ладья f1 король f7 король белых отступает зачем ну потому что выяснилось что пробиться через a4 и выиграть пешку a5 с помощью короля там слона невозможно для этого нужна ладья а король может пригодиться в другом месте тем более что удар на b5 по-прежнему плохо для черных a4 не актуально по причине b4 король g8 черные стоят ничего активного сделать не могут и отчаянная попытка контрактовать на королевском фланге поскольку при спокойной игре уже стало понятно на основании конкретных тактических расчетов сток фиш устоять не может и нужно что-то делать нужно дернуться нужно как-то себя проявить g5 ладья h1 не ладья бьет f6 не слон бьет f6 извиняюсь в случае слон бьет f6 что получилось бы я как-то заинтересовал этот вопрос неожиданно тогда после размена размена черные могут перейти в ладейное окончание в общем это довольно естественная штука удар тогда на h4 удар 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 на b5 размен такой ладья b6 и у черных хороший шанс на спасение они отдадут пешку стоящую на d6 это не смертельно но зато заберут на b5 сыграют ладья b4 пристан пешке a4 и вероятно получится ничья ну поэтому ради h1 не выпуская соперника из партера взятие ладья бьет f4 не пешкой слон g4 защищая пешку ладья уходит с полудара f5 черные идут вперед ну сразу f5 судя по всему ничего не давала потому что у белых есть план и вот они его осуществляют он идет по талам конница такая вот по талам соперника врага коня 7 затем конь c6 слон сбивается с понтаройку с насиженной позиции на f6 слабость образуется после того как уйдет слон и поэтому играет здесь черная ладья a8 что было в случае слон c7 давайте я попытаюсь понять что тогда тогда просто естественнейший ход вот такой вот атакующий пешку надо играть ну вроде как надо играть f5 и можно переключиться спокойно на игру по линии я просто ради один затем вторжение на e7 и защититься от него невозможно сразу же не боец сама стоящий на поле g4 исключен с помощью атаки ладья f1 вынудивший ход f5 исключен выключен от защиты своего короля следующий ход ладья a7 или легкий выигрыш в их белых ладья 8 поэтому было сыграно но ладья a1 те же самые идеи в данном случае сковывают белые соперника слон d7 слон уходит на защиту чтобы простимулировать коня чтобы он как-то себя проявил и конь d8 как ни в чем не бывало потому что после слон b6 черные теряют еще одну из пешек на a5 или на d6 если ладья a8 тогда слон c7 но черные пытаются контр игру организовать против пешки же слон a5 взятие у белых две потенциальные проходные и начинается вот эта самая реализация она несложная и честно говоря мне тоже не очень хочется до конца доводить эту партию поскольку после король c5 ладья d3 ученых конечно какие-то пешки проходные есть но ладья d4 меняться невыгодно b4 ладья далашах король билах пошел вперед b5 слон е2 ладья витаж 4 король f6 там c5 ну и вскоре через несколько ходов программа стоп фиш потерпела поражение я вот на секундочку взгляну что же случилось в это время какие изменения произошли в той партии которая играется в момент записи этого репортажа тоже достаточно любопытная вещь и там программа стоп фиш играющие черными фигурами имеет преимущество а по общему счету эта партия 56 напомнишь после 56 партий в этом матче а всего партии должно быть сыграно 100 то есть еще очень много впереди игр игр как принято говорить и играть так вот в этой партии преимущество которое отчасти было обусловлено изначальной установкой был рискованный до белых вариант предложен преимущество стороне стоп фиш возможно она сократит разрыв счете не знаю но пока что в среду учиться два очка лидирует лила чес-зеро мне же с вами уже готов проститься но напомню что в самое ближайшее время мы расскажем о интереснейшем финальном матче финальном матче на батлер-блицкапе который начнется с минуты на минуту после того как мы записываем этот репортаж там будет сыграно между магнусом карстеном и аллеризой фириджой с трехминутным контролем ну или 16 партий или меньше если один из соперников наберет до этого 8,5 или 9 очков короче говоря очень интересное сражение но перед тем как проститься я по традиции призываю вас ставить лайки подписывайтесь на наш канал если вы не сделали этого ранее ну и разумеется обыгрывать своих соперников когда вы играете с ними в шахматы и кроме того в эти дни самое важное не заражаться коронавирусом и вообще не болеть а пока до свидания